Еще раз бурный аплодисменты нашим сверным девушкам. Ну и поскольку у нас все-таки поэтический фестиваль в том числе, мы хотели бы услышать еще, еще стихотворение. Если кто-то знает, может кто-то помнит знаменитые стихотворения о Петербурге, потому что столько прекрасных слов было сказано великими о северной столице. Есть! Есть у нас стихи. Есть! Уже проходите. А, уже идут, оказывается. Мы также приглашаем нас с молодой смертой. Сколько прекрасных девушек, друзья, поддержим. Большое спасибо. На самом деле у меня три стихотворения, но они короткие. Первое написано в этом году. Итак, праздник весны и труда, полдень за ночью ведьм, черное становится белым, зацветают яблони, черевуха, вишня. И белое становится красным, пасхальные яйца. Или уже миновала седмица, румянец. На щеках детворы, пюльпанов, заката. Сладостная весна, изумрудный ликер. Полупрозрачный скриваль, каждый год обновляемые заповеди. На холмах, как ты были, и Рима, и Радомышля. На Синае, в Германии. Бит духовных пернатый переливчатый звездопад. Голубые, как обувь Эллиса Пресли, автобусы. Рассекают от ветеранов до Купчина. И обыгрывают мотив Джону Моррисона, как дат. Тысяча и один оттенок травы у подножия окраинных зданий. Наблюдают в крокусах, нарциссах, тюльпанах. Отражаются плотской пыльцой каждому собственная звезда. На земле и на небе вечным замыслом одинаково. Книга жизни на разных наречиях Творца. О, вот это да, ребята. А вот, кстати, по-петербургски. Так, щепут второе. Ну, я что-то его написала, то и читаю. А, окей, я быстренько. Не надо, не торопи, не надо быстренько. Не надо. Окей, окей, только вам это нравится. А это бесконечности женственной весеннее торжество. Красоты и любви. Куртуазный канон Турбадуру. В революционных муках рождённые. А в день скульптора в мастерскую художника Мы впервые вошли. И услышала я о доме. А на пяти углах плевать тёлки год. Жаль, зимы не сложилось в двадцатом. Переносится чудеса. С кардионским снежинком. Распустилась скорее бы весна. Как под снежником Петропавловки лёд. А в Иоанновском равелине вышит и мой портрет небоскрёба. В шушарах бутон государственный флаг. Направляющий в ковчину пушистой травы в сапогах. А в славянке до срока воскресла верба. Самолёты милуют прямые в небе. Пересечем-то физически параллельно нашим жизням. А я художник, я так вижу. Потому что подобны царственной правде Людовика. Что он был государством. А здесь искусство. Оп! Вот это джаз! И третья будет про джаз. Вернее, она будет про то, как я была на нескольких джазовых мероприятиях. Называется «Музыка летнего неба». Ну, она тут сегодня была как-то не очень. Я думаю, она улучшится. Итак. Музыка летнего неба. Цвета джинсовой куртки. Облака в ней прорехи. Звёзды заклёпки. Джаз рождается сам по себе. Как счастье или дитя. Как сирень расцветает и гамма становится альфой в дельте невы. Пешка доходит до края доски. Джаз и блюз рождаются, как близнецы. По зеркальным созвездиям вечера чайного цвета. Стены в баре имеют уши, имеют глаза. И в аквариуме окна плавают ауры музыкантов. Ты не слышишь, не видишь, не существуешь, где я. Не в столетних дворах у Владимирской. Не в ровеснике Ковчинском парке. Вот здесь. Ты не знаешь вкус джема, гармонию чая. Но в бесцветной гаме наскучит тебе скучать. И в одну прекрасную ночь. Ты услышишь все времена. Млечный путь контрабаса. Вольётся в твои раковины. И ещё до утра. Ты неправильной жемчужиной станешь. Браво! Мы благодарим вас за такое прекрасное творчество. И прощаем вам также сладкий подарок от наших партлёров. Бурдые аплодисменты. Настолько ярким, настолько уникальным стихотворением. А мы сейчас объявим небольшой технический перерыв, чтобы все мы смогли сходить за кофе, согреться. Не уходите. Я скажу, зачем нужен перерыв. Нужно вытереть сцену. Продолжение следует...